Другая кухня Об этом я как-нибудь расскажу в другом видео А сейчас я предлагаю вам приготовить именно ту питу, которая вот с кармашком Чтобы в нее можно было начинить какую-то заправочку Что-то собрать, чтобы это было вкусно, сочно Чем заправить питу, нашу питу, которую мы сегодня спекем Вы можете посмотреть по вот этой ссылке И приготовить двойное блюдо Итак, начнем Для сегодняшнего рецепта нам понадобится Мука Мы ее высыпаем в чашечку Стакан теплой воды Точные рецепты, все пропорции Смотрите в конце видео Обязательно досмотрите до конца И все распишу, расскажу, покажу Итак, мука у нас в чашки Вливаем воду Немного оставляю, чтобы сейчас буквально добавить ложечку сухих дрожжей Вот мы добавляем ложку сухих дрожжей Сюда же можно добавить в эту водичку ложку сахара Размешиваем Тем самым дрожжи у нас заработают уже на стадии водички В теплой воде с сахаром начнут питаться И мы их также вливаем все сюда Щепотку соли И теперь все это перемешиваем Когда мы торопимся, куда-то спешим Используем миксер Он все делает за нас Но сегодня я хочу с вами замесить вместе Сейчас мы добавим 2 столовые ложки маслица Аккуратно вливаем сначала одну Потом добавим вторую Тесто уже мягенькое Приятное на ощупь И с ним очень хорошо работать Представьте, что мы с вами сегодня готовим один из Да не один из, а наверное самый древний хлеб О котором знает человечество Масло необходимо добавлять Именно на этой стадии, когда тесто уже сформировалось Расскажу для чего Во-первых, естественно С ним начинает еще удобнее работать А во-вторых Масло создаст именно ту пленку Которая будет обволакивать И вот эти вот пузырьки воздуха Которые будут в процессе брожения Дрожжей появляться Они будут оставаться в тесте И то есть тесто будет подниматься Подниматься, но при этом Его не будет рвать То есть маслица даст вот эту вот оболочку Невидимую Все, замешиваем Добавляем еще ложечку И промешиваем еще минут 10 Посмотри, какое тесто у нас получилось Мягкое, эластичное Прям прелесть Вообще, для меня вот тесто Ну, наверное, самый благодарный продукт Потому что вначале Как оно сопротивлялось Замешиваешь, прилипает к пальцам И теперь вот эта прелесть Которая поддается С ней приятно работать Она мягенькая, пушистая Ну нет Все, с тестом мы закончили Сейчас накроем пленкой И убираем в теплое место Ну, даже в место с комнатной температурой На час-полтора Чтобы тесто у нас Добавило объем И дальше продолжим Вас прошу Не переключаться Оставайтесь с нами Ставьте лайки обязательно Будем продолжать Время пролетело незаметно Наше тесто расстоялось Сейчас наша задача Обмять его Это мое самое любимое Занятие с тестом Обмять Прямо здесь, в чашке Можно вывалить на стол Великолепное получилось Видите? Немного приминаем Чтобы вышел воздух И даем ему еще постоять Минут 15-20 И потом продолжим Наше тесто еще раз подошло Что мы будем делать дальше? Начнем формировать наши петы Достаем тесто Ух ты, пахнуло Прям тестом Запах теста Я немного припудриваю руки мукой Чтобы легче было работать И все это дело Вытаскиваем До крошечки Делим Произвольно То есть визуально смотрите И делите Сначала пополам Потом Каждую часть Еще раз пополам Ну так Чтобы В нашей команде Четыре человека То есть семья Мы поделим на восемь частей Чтобы каждому было По две питы Наше тесто мы поделили И теперь наша задача Аккуратно Вот В данный момент Тесто требует Именно нежного обращения Аккуратно Сформировать шарики Чтобы Они еще немного расстоялись Это делается Буквально Несколько движений Сейчас я вам покажу Потихонечку Защипываем все Вниз к центру И немного вот так Прокатываетесь И получается шарик И когда он расстоится Он будет Ровненький Аккуратненький Чудо Первый ряд Наших колобков Будущих пид Мы выкладываем Ближе к себе Чтобы мы С них Потом и начали В первую очередь Готовить Потому что Они расстоятся Намного быстрее Заканчиваем Заканчиваем С нашим тестом Легко Аккуратно Наши заготовки Для питы Мы Накрываем Полотенчиком И Пока греется Духовка Мы ее Включаем На 250 градусов Минут 10 Чтобы она Хорошо прогрелась Ждем Они еще Расстоятся Идем дальше Все Наши Шарики Для пид Расстоялись Смотрите Какая прелесть Теперь Духовка Уже готова Разогрета Нам необходимо Постараться Раскатать Одинаковыми Лепешечками Ну где-то Сантиметров В диаметре 12-15 Чтобы они были У нас Не старайтесь Раскатать Сильно Тонко Потому что они Просто поджарятся И будут хрустеть А это должно быть Именно Вот Такой кармашек Получится У нас Постараюсь Сделать аккуратно Вы тоже Пробуйте И На Подпыленный Лист Мы подпыливаем Кто-то может Смазать А кто-то Просто Выложить На Бумагу Для выпечки Выкладываем Наши Лепешечки А можно Просто Растянуть Все руками Потому что Тесто Нежное Податливое И очень Хорошее Отлично Получается Вот Я заканчиваю Последние Питые И Теперь Отправляем В разогретую Духовку На 5-6 Минут В Духовке Духовка у нас Разогрета На 250 Градусов Самое главное Теперь смотрите Необходимо Чтобы Эпиты Не сильно Поджарились То есть Это вот Такое Тесто Должно Остаться Нежное Продеться И остаться Нежное Все Наши Питы Готовы Как вы Можете Видеть Кармашки Получились Обалденные Они еще Горячие Сейчас Мы накрываем Полотенчиком Даем Тесту Размякнуть И начиняем Начиняем Съедаем И вас приглашаю Дорогие друзья Кушать на здоровье Приятного вам аппетита Готовьте вместе с нами Ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал И И в конце Большое вам спасибо Что вы с нами И смотрите нас Рецепт По этому количеству теста В самом конце Всего доброго Пока Продолжение следует